Участники предварительного голосования Южного избирательного округа номер 27 встретились на дебатах. Действующий депутат ЗСК Владимир Верстунин, государственный служащий Игорь Кондратьев, глава Анапы Сергей Сергеев, предприниматель Георгий Чечетко и действующий депутат ЗСК Федор Енишогла. На повестке дня организация досуга. Парламентарий Владимир Верстунин подчеркнул, более половины клубов в крае нуждаются в ремонте, и добавил, власти выделяют все больше средств на эти цели. Если в 2015 году на ремонт зданий и укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры было предусмотрено 12 миллионов рублей, в 2016 году уже 50 миллионов, то на 2017 год 135 миллионов. Это что касается краевого бюджета. В Анапе отрасли культура повышенное внимание. Город-курорт должен достойно встречать гостей, а анапчанам давать возможность вести насыщенную жизнь. Приоритеты в работе власти – укрепление материально-технической базы и хорошие условия труда в отрасли. За последние 7 лет на ремонтные работы потратили порядка 140 миллионов рублей. 50 миллионов рублей на доплату работникам культуры. О проблемных моментах соседней территории говорил другой депутат ЗСК. Там, где вот в обработке все, люди хотят заниматься, а вот нету площадки. Вот они обратились, мы им помогаем в Доме культуры сделать пол из ламината, и чтобы люди танцевали, а человек 100, у них ни день не могут пройти место. Традиционно были вопросы от собравшихся. При высоких темпах, которые она повзяла в ремонте местных ДК, Сергея Сергеева спросили о механизмах контроля за расходованием бюджетных средств. Юровка, Малый Разнакол, Виноградный. Результат – отремонтированные сельские дома культуры. Государство этот механизм давно придумало. Если кто-то из вас уже проходил капитальный ремонт многоквартирных живых домов, то знайте, без подписи Данкома денег подрядчику не выплачиваются. То же самое и здесь. На мой взгляд, в каждом культурном учреждении должен быть попечительский совет. Тогда будут приобретаться и инструменты, и ремонты делаться, и одежда сцены, и костюмы, и все. Так вот этот попечительский совет, куда должна уходить и общественность, и руководство, должен контролировать расходы. Внутрипартийные выборы пройдут 28 мая. Участники дебатов призвали жителей принять в них участие.